Эпоха последнего поколения Думаю, до 10 может А чем она уникальна, эта статья? Во-первых, она была написана где-то в 50-х годах прошлого века И насколько я понимаю, поправьте меня Эта статья была написана Бальсуламом, но он ее не опубликовал, так ведь? Может, несколько слов об этой статье и почему она называется «Последнее поколение»? Да, эту статью он написал специально для того, чтобы как-то показать будущее из прошлого Программу развития человечества Не в смысле, что человечество развивается от неандертальцев, кроманьонцев и так далее Нет, а в виде совсем по другим путям и к другой цели Так что, ну, надо читать статью и обсуждать ее Хорошо, ну, вообще, что такое «Последнее поколение»? «Последнее поколение» он имеется в виду, что это последнее поколение, которое должно еще выбирать, как бы, ради чего существовать Цель мироздания, для чего мы идем вперед, куда мы идем, что нас влечет Вот Это, в принципе, интересует Бальсулама показать Что мы должны достигать такого состояния, когда мы будем все вместе думать о последнем поколении, которое мы сейчас, в общем-то, уже восстанавливаем То есть, если я правильно понимаю, он описал, как духовные законы проявляются во всех сферах нашей жизни Да Вообще, Бальсулам, он был великим провидцем, раз описывал события будущего А кто такой вообще пророк? Как можно объяснить? Пророк – это человек, который имеет связь с высшей силой, с Творцом, с системой миров и одновременно с нашим миром Это самая высокая ступень? Ну, в общем, да И поэтому может служить связующим звеном между нашим миром и высшим Хорошо, начнем Значит, в предисловии Бальсулам описывает такую картину, так он начинает эту статью Что мы заблудились в ужасной пустыне вместе со всем человечеством И теперь нашли большую сокровищницу, полную всех благ Речь идет о каббалистических книгах Вот вопрос, о чем вообще впишется в каббалистических книгах, что он так о них отзывается, что это такая сокровищница? Дело в том, что во всех каббалистических книгах описывается происхождение человека, нашей земли, человеческого общества Куда оно должно двигаться, по каким законам оно существует, как оно может менять себя в природе, природу под себя В общем, все это относится к каббалистических книгах И тем более, когда мы говорим о последнем поколении То есть мы говорим о том состоянии, к которому мы все должны в будущем прийти А вот о каких благах идет речь? Что эта книга может принести человечеству? Эта информация? Оно может показать человеку, как надо существовать И поэтому человек может обеспечить в себе доброе развитие в течение многих-многих лет Пока не достигает наивысшего своего этапа развития, как последнее поколение Ну, далее он описывает, что все виды природы развиваются, в том числе человеки Что вот животные, они так и остались на том же уровне А вот этот человек, он постоянно развивается и продолжает развиваться И вот вопрос, до какого уровня мы вообще должны развиваться? Или наша эволюция уже закончилась? До уровня Творца До уровня Творца Мы должны развиваться на уровне нашего мира А потом начинать подниматься в духовном своем развитии Из нашего мира Через мир Осия, Яцера, Брия, Ацилут, Адам Кадмон в мир бесконечности Ну, вот наше физиологическое тело уже достигло своего развития По вашему мнению, оно больше не будет развиваться? Только внутренняя часть человека? Да Ну, и далее он говорит о том, что есть какое-то зеркало у человека Через которое он может видеть, понять суть своего исправления А у других видов вообще нет Что это за зеркало, в котором мы можем увидеть нашу суть исправления? В чем оно? Это зеркало находится внутри нас Внутри мозга, если можно так сказать Когда мы можем правильно определять свои свойства Свойства окружающего мира и каким образом мы связаны с ним Ну, тут говорит, что вот это зеркало, оно поможет нам понять суть исправления В чем, что мы должны исправить? В чем суть исправления? Суть исправления привести всю природу к глобальному взаимодействию Ну, я, естественно, так сокращаю, только беру самые такие основные моменты Конечно же, кто захочет, может прочитать всю статью, и это необходимо Бальсулям продолжает и описывает развитие человечества до нашего времени Как вот из-под палки, он говорит, то есть путем страданий Он пишет так, вот такие вот слова Что мы лишимся уверенности в жизни и будут уготовлены нам кровавые расправы И смерти разных сортов в ближайшие годы Он писал почти сто лет назад Пока все не признаются, что нет у них никакой идеи, как это предотвратить То есть что он говорит? Он пророчит Он говорит, что человечество, если оно будет развиваться своими мозгами То оно обязательно будет встревать во всевозможные неприятные события И подвергаться самоистреблению А единственная возможность уцелеть от всего этого И достичь правильного развития и доброго конца Заключается в том, что мы будем развиваться в дружбе, в любви и взаимном согласии Ну то почему для развития нужен напор посредством страданий и кровопроводителей? Неужели у Творца не мог придумать какой-то более оптимальный способ? Привести человека к такому состоянию Когда он сам добровольно берет на себя возможность Организовывать наш мир и приводить его к доброму состоянию уравновешенности То есть природа должна, обязана нас привести к такому отчаянному состоянию? Да, естественным путем То есть без этого человек не сможет что-то извинить? Без этого человек ничего не будет делать Его надо вынудить Ну вы считаете, что мы уже дошли до такого состояния или это еще не видно? Потому как говорит наука Кабыла, мы уже дошли до такого состояния Что мы можем взять управление природой в свои руки И поднимать себя до уровня абсолютного благоприятного мира бесконечности Далее он пишет, что дает такой пример Что представьте себе, что сегодня вы нашли некую историческую книгу Описывающую вам последние поколения, которые будут жить через 10 тысяч лет И в книге разъяснена вся государственная мудрость А также все пути развития личности общества Которые реализуются в конце дней И вот вопрос Бальсулам говорит о каббалистических книгах или... Да, конечно, о каббалистических Ты можешь перебирать и не каббалистические книги, но это глупая затея А вот где из этих каббалистических книг как вообще можно узнать о государственной мудрости? Как это понять? Ну, в принципе, очень мало об этом пишется Но есть У того же Бальсулама Да, и он, в принципе, это написал Это единственная, насколько я понимаю, информация Где он написал вообще, как должны быть все структуры государства Когда уже часть людей будут находиться в исправленном состоянии Как будут работать суды, социальные всякие службы и так далее И вот вопрос, почему он все-таки не... Так понимаю, он не опубликовал эти статьи Не успел, не хотел, считал, что это рано, не знаете? Я думаю, что еще считал, что это рано А как это? Эти статьи, они были им написаны, он их не опубликовал, они попали к вашему учителю? Они были написаны, но он их не опубликовал И где-то через 50-60 лет после их написания Они дошли до нас, и мы начали их публиковать А как они к вам попали? Через его старшего сына Баруха Ашлага Он дал вам оригиналы? Да А они у вас в архиве находятся, да? Да Но он сам... А вот вы с вашим учителем говорили об этих статьях? Вы изучали с ним эти статьи? Ну, изучать не изучал, но говорил на эту тему А вообще он ни с кем не изучал эти статьи, да? Нет У него же была тоже группа учеников Да Ну вот он дальше пишет, что откройте эти книги, вы найдете там все добрые распорядки жизни, которые раскроются в конце дней Из этих книг вы получите хороший урок того, как и сегодня расставить по местам вещи, касающиеся дел этого мира У нас есть возможность изучать историю прошлого, исходя из нее мы исправляем историю будущего Вот так он пишет Ну, мне интересно, насколько я знаю, вы всегда объясняли, что каббала вообще не занимается этим миром Всегда приподнимает человека высший мир и описаны духовные состояния В чем отличие? Это первый раз каббалист так пишет из-за того, что время пришло или... Да, до Баляслама практически никто на эту тему не писал из каббалистов Вот, и только он впервые в истории начал описывать наш мир, высший мир, переход между мирами и так далее Далее интересно, он пишет, что... О себе так говорит, что автор этих строк немного знает себя и свое место Это он о себе пишет И я не принадлежу к числу наиболее выдающихся представителей рода человеческого Ну, он дальше говорит, что... Типа, если я уже раскрыл эти книги и взял оттуда какую-то вот эту всю информацию То, в принципе, любой избранник поколения, если чуть-чуть приложит усилия, сможет в этих книгах найти все, что необходимо для построения общества Да Почему так скромно о себе пишет? Что значит... Ну, а что писать? Не скромно Те, кто занимается каббалой, и так, в принципе, видят его достижения А те, кто ничего мне не понимает, так что им писать? А тут, когда он говорит об избранниках поколения, о ком он говорит здесь? О первых лицах поколения, имеется в виду мудрецах И что, они не смогут из этих книг, занимаясь каббалой, они смогут из этих книг взять информацию и построить общество будущего? Ну, да То есть будут такие люди в мире, которые не занимаясь самой наукой, смогут взять оттуда информацию и построить? Что значит не занимаясь самой наукой? Или они должны будут заниматься? Они будут заниматься, откуда у них будет знание? Откуда они будут знать, что делать? Ну, может, возле них будут мудрецы, а сами они не будут заниматься? Нет, нет, это не передается так вот от начальника исполнителю Те, кто будут непосредственно работать с человечеством и организовывать его как человечество последнего поколения, те должны будут осваивать эти науки, эти приемы Ну, и в конце это такое предисловие, то, что мы сегодня на сегодняшней нашей встрече разобрали, это предисловие И он говорит так, что все это я принимаю настолько близко к сердцу, что я не могу больше сдерживаться, и мною принято решение раскрыть всю эту науку И он дальше уже, естественно, пишет о том, что он написал книги и так далее И вот вопрос, он писал эти строки в конце жизни, а все, что до этого он писал, это что, не означало, что он раскрыл людям? Ведь он до этого написал огромное количество книг Но это написал как предисловие Или он имеет в виду, что такого рода информацию он еще не писал? И это тоже верно Ну, в принципе, вот это вот предисловие, а дальше он уже непосредственно начинает объяснять все мироустройства И уже мы будем непосредственно изучать на следующих встречах наших, как устроено государство И как, в принципе, те, кто управляет государством, если они уже будут находиться в духовном Как это будет проявляться в самом управлении? Да Все, спасибо вам за информацию и до следующей встречи Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok